Здравствуйте! Я вот сегодня хочу вспомнить одного человека, очень образованного, происходящего из такой вот аристократической американской семьи. Вот, оказывается, есть такие. Вот его семья известна в Бостоне еще с 17 века, представляете? Вот, Лоуэлл, фамилия его, он очень образованный, интеллигентный человек, занимался вопросами дипломатии, был дипломатом, специалистом по Востоку. Ну, он вел себя так примерно, как английский джентльмен, да, вот так, хотя был американец. Он всегда, каждый свою, значит, работу использовал для того, чтобы что-нибудь изучать. Вот он изучал восточную культуру, очень внимательно изучал восточную культуру, причем у него был очень необыкновенный подход к этой культуре. Он изучал японскую культуру, японскую эстетику, и в этом изучении использовал каким-то образом математику еще. Он был один из пионеров, вот, постижение эстетики через математические методы. Но настоящая его слава, вот про это его работы, в общем-то, все хорошо забыли, просто так поминают их через запятую, и все. Пришла тогда, когда он вышел на покой. Он был состоятельный человек, и к тому времени были очень много популярных книг, например, Фалмариона о Марсе, о каналах Марса, о сезонных изменениях цвета поверхности Марса. И он построил на свои деньги обсерваторию. Он выбрал для обсерватории место Аризона, а в Аризоне там у них сухо, много солнечных дней, такие пустыни, где обычно происходят действия ковбойских всяких фильмов, да? Вот «Дилижанс», «В 3.10 на Юму», это все там, это все Аризона. Так вот, он в этой самой Аризоне, в 80-х годах еще 19 века, организовал Лоуэллскую обсерваторию, она до сих пор жива. Он вооружил ее самой лучшей техникой, занимался изучением Марса. В ту пору фотографирование было на самом таком вот зачаточном уровне, и он занимался зарисовками. Вот сравните так, вот в телескоп, в тогдашний, в самый лучший телескоп, которым пользовался Лоуэлл, диск Марса выглядел примерно раз в 70 меньше, чем диск Луны, когда мы видим на небе, да? И вот, представляете, он там ухитрялся что-то разглядеть. Как говорят, у Лоуэлла было заболевание глаз, как говорят исследователи, которые комментируют эти картинки его, зарисовки. Вот знаете, когда у человека исследуют глазное дно, ему в глаз светит сильный луч света, и он, там многократное отражение идет, и вот отражение происходит от роговицы, изображение сетчатки глаза, что вот он видел сетчатку своего глаза, говорят они. Вот у него такая была вот редкая конструкция глаза, что он даже при неярком освещении мог это разглядеть. Вот, ну, я не знаю, правда или неправда, каналов-то их не оказало, в конце концов, но он еще одну задачу перед собой поставил. Оказывается, в орбите Плутона есть искажения, искажения, девиации, отклонения от заданного природой, значит, курса, которые связаны, видимо, с притяжением планеты, которая находится за Нептуном. И он стал искать эту за Нептуновую планету, транс-Нептуновую планету. При жизни она не была найдена, после его смерти, после смерти Персиваля Лоуэлла, Пл, его инициала была найдена, там планетка. Ее назвали Плутон, Плутон, да, Плутон. Вот так вот, в честь него. Правда, эта планета не могла создавать, до сих пор тайна так осталась. Кто же создавал эти искажения? Планетка маленькая, хиленькая, легонькая. Кто создавал эти искажения? Кто влияет до сих пор на орбиту Нептуна, так никто не знает. Но вот Плутон-то открыли. И назвали в честь Персиваля Лоуэлла. А обсерватория жива. Вот это Лоуэлл в своей обсерватории разглядывает Марс. Вот так вот. Спасибо вам за внимание. Всего доброго вам. До свидания. Всех благ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова